Так всегда, так всегда. Значит, долларовые цены действительно упали на 30-40% за счет роста курса. На участке без подряда в рублях цены практически не упали. Они остались в рублях на тот же уровень. А что касается количества сделок? По некоторым сегментам, насколько я понимаю, лишь 10-15% от прошлогоднего, до кризисного периода количества сделок по земле. А что касается участков без подряда, велико ли количество сделок? Вы знаете, количество сделок практически не уменьшилось, если мы сравним с летом, на участке без подряда. Но не уменьшилось на участке эконом-класса. Не уменьшилось? Участки эконом-класса нет. Участки эконом-класса – это самый такой ходовой сейчас товар, и их покупают. Люди боятся потерять деньги, боятся, что они обесценятся, они вкладывают в эти участки. Давайте, раз уж мы заговорили об участках эконом-класса, давайте представим, что это такое. Итак, земля также делится у нас на класс. Эконом-класс подразумевается, это 45-й километр от Москвы, участок 8-12 соток, электричество есть, газ в перспективе когда-нибудь может быть и будет, минимум охраны, скорее всего, шлагбаум, дорога, грунт или щебень. И цена от 50 до 140 тысяч рублей за сотку на первичном рынке, а на вторичном рынке 20 тысяч рублей. И вот у нас такие данные, с чем это связано, что на вторичном рынке цена практически в два раза ниже. Ну, дело в том, что вторичный рынок, как бы, там, извините, участки могут продаваться в каких-то дачных товариществах, которые были… Советского образца, стековыми курятниками. Да, которые были организованы еще в 50-х годах. Называется как-нибудь «Электрон» или «Садовод-18». И там нету нормальных дорог, там нету старые опоры электропередачи, которые постоянно обрываются там под снегом. Зато там, наверняка, сады и яблоки уже лодоносят. Да, возможно, но это все-таки не считается преимуществом. Считается преимуществом хорошие просторные дороги, хорошо сделанные, хороший подъезд, чтобы был хороший электрик, стабильный, новый генератор, который не вырубал бы постоянно, опять же, водопровод. Ну, люди хотят жить хорошо. Хотят жить очень. Скажите, мне кажется, Яна, думаю, со мной согласится, что на этом рынке земли существует, как говорят, два мира, два детства. То есть, есть та земля, которую продают риэлторы, и там есть, да, фиксированные, вот средняя цена сотки, вот все эти рыночные показатели. И есть просто большое количество деревень, находящихся иногда на весьма живописных холмах, где вы можете подъехать и купить у бабушки землю по другим ценам. Насколько рынок структурирован, в принципе, земли, по вашей оценке? Надо еще найти эту бабушку, Юра. Зато такая экономия. Скажу так, значит, начиная где-то 10 лет назад, охоту на бабушек развернуло очень большое количество. Раскольникова большого масштаба. Да, причем такие были случаи, ну, не буду я сейчас в эфире об этом рассказывать, но, тем не менее, за бабушками буквально охотились. Вот на Осташковском шоссе мы лично видели, как пасли, там, разрушившийся домик. Как убегали последние бабушки. Разрушившийся домик, но там бабушка с дедушкой, там, стирали белье, и вокруг него ходили вот какие-то люди, видимо, кавказской национальности. Это было очень страшно. Но ближнее Подмосковье сейчас практически все скуплено. Что такое ближнее, до 50 или до 30, по вашему шоссе? Я думаю, до 25, до 30, вот так. Ну, то есть, не дальше. Сейчас можно такие участки найти, я бы рекомендовал. Обойти без помощи риэлторов? Это не по адресу, комментария. Риэлторы, они помогают, они действительно помогают. Это друзья человека. Они помогают в совершении сделок, если человек не грамотный на юридической части. Ну, то есть, они помогают людям совершать правильные сделки. Но если вы уверены в своих силах... Если вы сами риэлтор, то вы можете обойтись без риэлтора. Если сами в душе риэлтор, то вы можете поехать в деревню и выбрать себе участок. Итак, Ваши рекомендации. Где можно найти такие участки? Ну, смотря какая у Вас сумма денег на руках. Ну, вот смотрите, давайте посмотрим реальное предложение эконом-класса. Участок земли 30 соток. Ну, это практически уже даже не эконом. Киевское шоссе 120 километров. Хорошо сейчас шоссе подремонтировали. Деревня Максимовка. Газ в 100 метрах, в 200 метрах озеро. Цена такого участка 650 тысяч рублей, больше полумиллиона. Ничего себе эконом-класс. Ну, видимо, это, видимо, там очень хорошие экологические условия, природные условия. И действительно, вот если мы возьмем, скажем, по Симферопольскому шоссе 70 километр, на берегу Аки там шикарные особняки стоят, вы знаете, там цена тоже немаленькая. Но я все-таки хочу обратить еще внимание, что газ в 100 метрах, это все равно, что, может быть, иногда нефть на глубине 5 километров. Нет, газ в 100 метрах это ничего не означает. Да, то есть, возможно, что он вечно будет пролегать за 100 метров от вашего дома и разрешение на подключение. Да, если у вас нет разрешения на врезку. Скажите, а вот эта цена, вам кажется, адекватной? 650 тысяч за 30 соток в 120, подчеркну, километрах от Москвы. Ну, еще раз повторяю, что, возможно, это какой-то эксклюзивный вариант. То есть, красиво, да? Красиво жить не запретишь. Конечно же, цены там на какие-то рядовые участки ниже. Так, ну что ж, давайте посмотрим дальше. Пойдем в бизнес-класс двинемся. Земля бизнес-класса, это 20-40 километров от Москвы. Участок 10-22 сотки. Там будет электричество, газ, иногда коммуникация, а именно вода и канализация централизованные. Охрана участков, будут заборы и КПП, хорошие подъездные пути, оборудованные места для отдыха, возможно, детские площадки, рестораны. По совершенству нет предела. Итак, первичный рынок цена от 200 тысяч рублей за сотку, а вторичный рынок от 350 тысяч рублей за сотку. Наибольший спрос наблюдается на Киевском и на Варижском шоссе. Вот ситуация прямо противоположная с эконом-классом. То есть, на вторичном рынке предложение дороже. Почему? Ну, вот эти цифры я не могу вам прокомментировать. Очень странный разброс. Вообще, обычно там примерно одинаково. То есть, здесь будет, скорее всего, на ваш взгляд, примерно одинаково? Ну, да. Но, вы знаете, тут еще может быть то, что это уже на вторичном рынке предлагают участки, уже в построенных поселках. Да, дело в том, что, насколько я понимаю, на Варижское шоссе, в принципе, новая трасса. Там нету исторических вот этих самых деревень с покосившимися линиями электропередачи. То есть, если мы говорим о вторичном рынке, то это тоже уже, так сказать, новые, модные поселки. Ну, то есть, это будет участок оборудованный с какими-то посадками. Дом будет уже, наверное, отделом, да? А 200 тысяч за сотку – это будет цена дома под отделку. Видимо, так. Наверное, так. Ну, вот реальное предложение. Участок – 18,5 соток, плюс 20 соток в аренде в лесу. На Варижское шоссе – 40-й километр от МКАД. В охраняемом стародачном академическом поселке. Ран. Юра, полностью опровергает твою предыдущую тираду, что там нет стародачных поселков, оказывается, есть. Значит, цена – 495. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова